Медиагруппа Авангард представляет Начнем с системы фид-антифрод. Система находится в режиме промышленной эксплуатации. История развития системы началась в 2018 году. Система создавалась с целью исполнения требований 167-го федерального закона о противодействии операциям без согласия. В 2018 году был прототип системы. А сейчас система полнофункциональна, полноценна. За исключением функционала электронной подписи, которую я немножко позже расскажу. Что система обеспечивает? Участникам она дает возможность получать информацию об операциях без согласия, информировать участников о сформированных фидах, предоставлять некую отчетность. С точки зрения функциональности, система имеет гибкие настраиваемые механизмы, которые позволяют настраивать виды платежей, виды операции, логику формирования фидов, логику дальнейших действий системы. Система содержит достаточно большое количество справочной информации, которая автоматически загружается из системы Банка России, НСПК и некоторых других источников. Это позволяет сделать операцию по репортингу максимально комфортными для участников. Что же представляет собой ключевой процесс функционирования системы? При обнаружении некой подозрительной операции кредитная организация участник формирует уведомление в электронном виде в систему фид-антифрод. Система это обращение принимает, передает его стороне получателю платежа. В случае аппрувинга со стороны получателя подозрительного платежа, что эта операция должна быть остановлена, информация дальше распространяется через систему, репортится обратно организации, которая направила первоначальное уведомление. При этом пополняется база фидов, которая позволяет в дальнейшем при возникновении операции с аналогичными реквизитами автоматически данную операцию останавливать. Система поддерживает достаточно большое количество операций, по которым возможен репортинг. То есть это возможности по карточным операциям, по операциям по счетам, по свифтам, по электронным кошелькам, по телефонам и так далее. На выходе система формирует также достаточно богатую палитру фидов. Фиды – это те атрибуты, по которым может быть идентифицирован однозначно субъект-получатель, который находится в блок-листе, и операции с которым нужно автоматически останавливать. Значит, некоторые фиды хранятся в открытом виде, некоторые хранятся в виде хэшей, ну, в частности, там, паспорта, снилс и так далее, которые таким образом обеспечивают безопасность персональных данных, чтобы через систему не ходила чувствительная информация. Очень широкие возможности, доступные Банку России как оператору системы, по настройке видов платежей, видов операций, логики формирования фидов, значит, правил маршрутизации, АБС и так далее. Ассои Финцетт по отношению к системе фид-антифрод можно рассматривать как некое платформенное решение, на базе которой реализован некий прикладной функционал. Значит, из функционала Ассои используется личный кабинет участников и сервис АПИ. Здесь в реализованной полнофункциональной версии впервые появилась возможность равнозначного обмена как через личный кабинет, так и через сервисы АПИ, через RESTful API. Причем возможно как репортинг через эти сервисы, так и получение в обратную сторону информации. То есть для больших организаций, типа Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, тот же самый, достаточно удобно получать фиды через АПИ для того, чтобы дифференциально подкачивать эту базу по мере обновления. Для мелких организаций, в принципе, вполне достаточен функционал и личного кабинета. Появился достаточно интересный функционал, который доступен операторам. Кредитные организации получили возможность не просто уступать активной стороной, в случае неправомерного, с их точки зрения, блокирования операции по их клиентам. То есть реализован функционал так называемых диспутов, когда заблокированная операция клиента, дальнейшая в автоматизированном режиме может быть в электронном виде обсуждена между сторонами, и, собственно говоря, данный клиент может быть разблокирован. Есть возможность введения белых списков. То есть белые списки – это функционал, когда по всем атрибутам, по всей логике должен формироваться фид, то есть такая операция должна блокироваться, но в силу определенных причин данная операция является легитимной, и, соответственно, система пропускается. В системе есть достаточно богатая отчетность, но понятно, что это некая модельная картинка, не имеющая отношения к реальным данным. Информация закрыта, доступна Банку России. Система функционирует в режиме 24 на 7, 365. С точки зрения градации Банка России – это система первого уровня критичности. Значит, система работает во всех регионах. Более 800 участников к ней подключены. Накуплено порядка полутора миллионов АБС операций без согласия. Нагрузка – 505-6 тысяч операций в день. Ну, есть банки, которые репортят 2-3 операции, есть банки, которые репортят тысячи операций. Ну, понятно, масштаб имеет значение. Следующее, о чем я хотел поговорить, это системы Асои Финцерт. Значит, система также развивается с 2017 года. В 2018 году была запущена в первую очередь Асои Финцерт. Сейчас готовится к запуску промышленной эксплуатации, собственно говоря, станет доступной вам весной. Вторая очередь система Асои Финцерт. Полностью переработана платформа реализации. Фактически из монолитной конструкции реализован функционал компонентно-функциональной сборки. И вот пример реализации как раз фид-антифрод на базе Асои Финцерт как раз демонстрирует все преимущества в целом вот этого платформенного подхода, который был реализован в данной системе. Доступна как бы первую очередь система. Дальше просто произойдет некий плавный переход, перегрузка как бы всей необходимой информации для того, чтобы в дальнейшем банки могли успешно работать. Значит, из нового. Это становится доступно RESTful API, которое давно обещали. По сути, фид-антифрод – это первая прикладная система, где эта API используется в полном объеме. Предоставляется функционал по проверке вредоносного программного обеспечения с множеством механизмов реализации. Причем предоставляется как в виде файловых объектов, так и в виде дампов трафика, которые могут быть анализированы. Очень активно развивается функционал Threat Intelligence TI. Значит, расширен существенно функционал и, по сути, выстроены механизмы взаимодействия с госсопкой в две стороны. Реализованы функционал уведомления по SMS и телефон информирования работников. То есть при появлении запроса от банка FinCert, что есть некий критический инцидент, не просто оператор, смотря в экран, принимает какое-то решение, происходит информирование всех обязательных участников этого процесса по SMS, по телефону с автоматическим уведомлением, что это все случилось. Система функционирует в двух контурах, открытом и закрытом контуре, исходя из определенных политик Банка России по доступу к чувствительной информации. На данном слайде представлена функциональная архитектура системы. Значит, инфраструктурный слой не представляли, потому что он большой, широкий и достаточно сложный и тяжелый, потому что объем накопленной информации весьма велик. Интересен функциональный слой. Сервис по проверке вредоносного программного обеспечения, который образован функционалом новых продуктов компании Positive Kipsy, расширенный функционал мультисканера, и, возможно, широкая интеграция с другими информационными системами внешними. Важный функционал, о котором хотелось буквально пару слов сказать, это Threat Intelligence. Он реализован с использованием функционала продукта Kipsy производства компании Positive Technologies, но интерес не только в том, что этот продукт как таковой существует, по сути он является неким информационным хабом, который централизует и автоматизирует всю деятельность по обогащению инцидентов. То есть в случае направления инцидента участникам в систему, прежде чем он поступит на стол оператора, система автоматически подтягивает максимум информации, которую он может подтянуть из внешних источников. Сервисы ROOCERT, HUIS, MISP и так далее. Если содержится сэмпл какого-то программного обеспечения, автоматически запускаются проверки и так далее. То есть таким образом предконфигурированный фрамверк расследования инцидента, он весьма богат, что существенно ускоряет работу оператора. В настоящее время функционал электронной подписи используется на базе удостоверяющего центра неаккредитованного, который встроен в сам Асоя Финцерт. Участники все используют функционал в виде облачной подписи. По мере того, как Банк России запустит свой аккредитованный удостоверяющий центр, соответственно система будет переключена на работу с данным удостоверяющим центром. По поводу взаимодействия с Госсопкой. Функционал реализован не только в одну сторону, но и в двунаправленном режиме уже есть и обратные операции. Причем каждая операция, которая идет от участника, она может быть как internal, так и external операция. Internal операции, то есть это атаки направлены на инфраструктуру банка, это автоматически репортится в Финцерт. External это то, что направлено на клиента и на его средства. Ну вот, собственно говоря, feed-антифрод – это пример как раз external операции, которая в Сопку не репортится. Вся инфраструктурная история репортится в Сопку. Причем в зависимости от правил маршрутизации, участник может явно запросить помощь главного центра Госсопки в расследовании данного инцидента. И параллельно к этим же операциям может подключаться Ассои Финцерт. Весь этот документ оборота электронно реализуется в системе. Как я уже сказал, система работает в режиме 24 на 7. Текущая загрузка – порядка 5000 запросов в сутки. Система функционирует во всех регионах Российской Федерации. Собственно говоря, я постарался уложиться. Большое спасибо.